Всем привет, с вами Галактики и мы продолжаем играть в террарию. Как вы видите, только что вышло сообщение, что стимпанкер пришел. Он приходит после убийства первого механического босса. Давайте мы его куда-нибудь полезем. Вот, это даже она, это не он. Куда мы тебя поселим? Вот сюда вот, наверное, мы тебя поселим. Ага. Ага. Так, странно. Это за квартиру не считается? Что-то тут не то, наверное. Окей, давайте мы посмотрим, где она и пойдем что-нибудь у нее купим. А нет, вот она сверху. Сверху, прикольно. Так, что же у нее продается? Во-первых, это очиститель. Одна из полезнейших вещей, которая позволяет нам избавляться от разной гадости. То есть, превращать биомы одни в другие. Скажем так. Ког, я не знаю, что это такое. Телепорт продается, да? Очень интересная, полезная штука. Салдифайр. Используется для крафта. Интересно. И есть джетпак. Можно за 40 голды себе купить джетпак, и он будет у нас вместо крыльев. Но у нас есть крылья, поэтому джетпак нам не надо. Ладно, пока что покупать ничего не буду. Телепортеры очень полезны. Но там надо проводами все соединять. То есть, в принципе, все это будет. Давайте мы торжественно установим эмблему, как трофей. Трофей от механического червя. Давайте вот куда-нибудь. Я бы повыше хотел бы все же. И теперь чуть-чуть подальше. Вот. Идеально. Идеально. Здесь будут у меня висеть трофеи именно хардмодных боссов. Окей. Теперь. Давайте посмотрим, что у нас крафтится из вот этой вот руды. Крафтится сет. Сет. Который... Ну, немного лучше, да? Увеличивает ману точно так же на сотню. Мэджик дэмэдж. Да. Который немного лучше, чем тот, который у меня сейчас. Но пока что крафтить я его и не особо хочу. Так. А вот это интересно. Кирка. Кирка топор. Очень-очень классно. Так. Это экскалибур. Материал 61 урон и отбрасывание. Все чудесно. Светодиск делается. Гангин... Ган... Гангнир. Гангнир. Гангнир, наверное. Это копье. Так. Ну, из материалов у нас только экскалибур. То есть давайте мы сделаем экскалибур. Мы сделаем экскалибур. А, мы сделаем экскалибур, только не сейчас. И, наверное, кирка топор я бы сделал. Очень хотелось бы все же. Это бур, который у нас совмещает в себе бур и бинзопилу. Но все-таки мне кирка топор больше как-то по душе. А с другой стороны, зачем? Может лучше броню себе сделать? Критикал страйк... А, на броню мне не хватит все равно, да? На всю точно не хватит. Это мне надо 30... А, нет, 54 хватит. На один сет полный хватит. Но какой тогда сет делать? Мели дэмэдж от критикал страйк. Мели хейст скорость, да? Хммм... Давайте посмотрим сейчас, какой у него сетовый бонус. Так, ну я даже не знаю. Там, получается, у каждого сета свои... Свои бонусы. То есть не так, как вот у... Да, у титановой общие бонусы идут. Ну, один бонус на все три сета. А здесь... Все немного по-другому. И тут даже не знаю, какой сделать. Но мне как раз осталось ровно на шлем. Увеличивает и урон, и крит. Но это все ближний бой. Ближний П сейчас все-таки, мне кажется, не очень... Не очень... Не то чтобы актуален. Но будет опасно в ближнем бою. Проще будет как-то пострелять издалека, мне кажется. Поэтому давайте, ну, будем лазерной винтовкой стрелять. Я ее немного зачаровал, да, еще в прошлой серии. Но это на запись не попало. Поэтому, наверное... Давайте мы соберем себе магический сет, мне кажется. Хотя, с другой стороны, вот эта вот штука... Звезды падают, все дела. Очень тяжелый выбор, на самом деле. Очень тяжелый. С другой стороны, взять еще мини-акулу себе, мега-акулу сделать, да. И можно уже и... Вот этот вот сет на лучника. Там, получается, вместе с мега-акулой, по-моему, будет 75% на нерасходование патронов. Очень весьма круто. Очень весьма... Блин, короче, я не знаю, я совсем тут запутался. Что мне лучше сделать? Ну, давайте пока что магический все-таки сделаем. Или варовский. Собственно, червяка-то я фармлю в воинских доспехах. Все же. Да? Давайте все-таки сделаем воинский. Оденем. И сейчас посмотрим, что дает... Кстати, я все время забываю, что можно вот таким вот образом. Он светится прикольно, да, так? И у нас сетовый бонус 19% увеличения... О, от скорости атаки, правильно? По-моему, еще, в мой момент, этот меч стал быстрее бить. Ну, ладно. Я согласен. Хорошо. Тогда давайте мы таки соберемся на воина. А, в принципе, что тут собираться? Я уже, в принципе, собранный. Разве что... Вот эту штуку пока поменяю я на... Вот эту. Все-таки один Дефенс его. Блин, и позачаровать все это, конечно, очень хочется. И... Ну, никак не позачаровываю, потому что... Денег-то практически нет. Обидно. И надо идти фармить как-то бабло. Но первым делом надо разобраться с плантерой. Потому что после убийства плантеры медленнее начинают расползаться искажения и святые земли. А это тоже весьма важно. Поэтому давайте я сейчас почищу инвентарчик быстренько. И мы пойдем, наверное, таки искать плантеру. Так, ну вот. Вроде бы я собрался. Возьму с собой щит обязательно. Одену его потом вместо ботинок, когда, наверное, буду там уже в джунглях ковыряться. Пока что добежать до джунглей мне ботиночки понадобятся. Ну и возьму все-таки эту штуку. Она мне очень нравится. Ну и, в принципе, все. Зачароваться мне не на что. Деньги мы поэкономим немножко. Поэтому сейчас мы добежим до джунглей. И я уже тогда вернусь. Вот я, в принципе, пришел в джунгли. Здесь место, где я убивал пчелу. Так. И. И. Что мы теперь будем делать? 130. Вот, смотрите, какой меч. В принципе, нормальный. Давайте мы сейчас убьем черепаху. Во-первых, сейчас бафнемся, да? У меня... Ой-ой-ой. Так, тихо. Черепаха много урона наносит. У меня, получается, два бафа я взял с собой, которые дают нам свет. Больше других нет. А, нет, еще есть наогненное оружие тоже. В принципе, неплохое. Так, черепашка, вернись на родину. Нет, с нее ничего не упадает. Жалко. Так, хорошо, бафаемся. Все, мы теперь светимся. У нас теперь оружие поджигает. Это не дает нам очень сильного преимущества, конечно. Но, все же, небольшой приятный бонус. Так. Но мне надо спускаться куда-то вглубь. Вглубь. Давайте мы поубиваем этих рыб. Я не знаю, что из рыбы этих падает. Наверное, ничего интересного не падает. Так, видимо, ничего интересного тут не падает. А, и вот у меня здесь святые земли. Сразу же святые земли. В общем, начинается веселье. А еще я мало взял, наверное, зелье лечения. Пиксель даст. Так, хорошо. Пошел. Ну, будем потихонечку спускаться, наверное, здесь, да? Я думаю, потихонечку. Если получится потихонечку. Так, смотрим, где у нас тут спуск самый нормальный. Ну, в принципе, да, куда-то сюда пойдем. Как мы будем выбираться потом отсюда? Я не знаю. То есть, как я планирую убивать Буантеру? То есть, в теории, нужно было бы мне ее выманить наверх. Ну, это как я бы хотел бы ее убивать. Сверху было бы ее довольно просто и легко убить. Это у нас камни, да? Да. Перлстоун. Так, черепашка. 77 урона. Мне наносит черепашка. И надо аккуратненько. Ничего, какие эти лютоеды стали длинными-то. Хотя, смотрите, вроде бы все убиваются относительно неплохо. Давайте мы бутылочку выпьем. Чтобы уж наверняка. И, кстати, можно уже теперь поменять. Кто-то стреляет, что ли? Да, можно поменять. Давайте мы сейчас быстренько сменим щит на ботинки. Ботинки на щит. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Тихонечко. Давай, 17 секунд. Надо продержаться. 17 секунд ближайшие. Тьфух. О, это у нас черепаший панцирь. Из черепаши панциря делается самая сильная броня. Черепашья. Ну, она чисто для воинов, походу, идет. Поэтому мне она, на самом деле, до лампочки. Хотя, что, я сейчас с воином играю. Поэтому не до лампочки. Так, выбили зелье. Хорошо. Много полечили. Блин, опять черепахи. Вот этого не спавнится. Это ужасно. Я просто не представляю, как мне спускаться вниз туда дальше. И сзади еще и эти идут. Призраки. Или как они называются. Я даже не знаю еще. Вот так. Пиксельдаст. Хорошо. Надо как-то пытаться спускаться. Я надеюсь, вам не слышно, как я просто дико клацаю мышкой все время. Потому что, если слышно, то это не очень приятно. Сколько дико доедов? Кошмар. Так. Блин, и опять у меня пустые жизни. Вот это они тут все деможат. Так. Как мы можем... Зелье... В смысле, не зелье, а регенерацию у меня жизни и стоит эта штука, да? Но все равно жизни регенерятся довольно... Довольно медленно. Медленно. Приятно. 150, да? Зелье лечения я пью, которые выпали мне с... 150 полечился. 50 урона нанесли сразу с одного удара. Ужас. А ну вот еще пару... По 20 восстановили себе. Так. 68, по-моему, да? Или сколько урона было? Ужас. Ну надо как-то спускаться. То есть, я стою на одном месте, надо идти вглубь. Нет, не надо. Я лучше пойду. Пойду наверх. Дикие джунгли. Нет, смотрите, мы спустились. Немножечко, но все же спустились. Так. Теперь черепаху главное не пускать ко мне, потому что черепаха будет больно бить. Нет, целых две черепахи. Хорошо, что они теперь еще и загораются периодически. Там пауки с той стороны лазят. Горите, гадские черепахи. О, хорошо. Урон не получил. Так, тут черепашка. Нет, 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 нет. Блин, куча урона. Так, нам в любом случае не сюда, а вот куда-то туда. Ну, паук без проблем убился. Это радует. Что-то. Без проблем еще тут убивается. Так, селедка. Что-то тут тоже какая-то гадость. Нет, вроде. Вот это жесть. Началась полная жесть. Так. Давайте мы сейчас черепашку убьем и тогда уже спустимся. Наверное, потому что... Воу-воу-воу-воу. Так, где так? Блин. Добралась-таки-то у меня черепаха. Окей. Стоп, а здесь где-то была рыба или рыбу убил уже. Ой, смотрите, там какой-то мотылек новый летает, да? Я таких не видел раньше. Именно мотыль. Новые гадские пчелы. Которые, наверное, еще больнее стреляют. Какой ужас. Какой ужас. Фух. Сколько? 33 жизни осталось. Ужасно. Ну, мы спустились немного ниже. Жалко, что только немного. Ну, магам бы, наверное, да. Если у меня была бы защита еще гораздо меньше, то было бы еще тяжелее гораздо. Так, хорошо. Ничего интересного, в принципе. Окей. Пьем. Я уже выпил половину моих зелий лечения. Это меня немного удручает. Потому что, когда зелье лечения закончится, мне придется возвращаться домой. И... Оу. Лайфрут. Ееее! Еее! Так, я даже не увидел, как он выглядит. Это интересно. Мы себя повысили на 5 жизней. Это хорошо. Это очень здорово. Еще немного, и я просто стану супер-непобедчиком. Так, седорка. Как же ж интересно, лайфрут этот выглядел. Что мне интересно пытаться собирать? Блин, колючки тут, да? Что меня дамажит? Я что-то не понимаю. Где-то плюются эти. Да, где-то эти плюются гады. Так, хорошо. Хорошо, что хоть пауки слабенькие относительно, да? Может, они много урона наносят, но... Сами по себе слабые. Так, как бы мне тебя убить? Причем это какой-то большой такой, да? Большая пчела. Оса. Оса. Так, хорошо. Из них жала тоже должны падать, по идее. Жала мне надо. Для чего были? Я даже не помню. Пчел, наверное, вызывать? Можно на пчелах деньги фармить. Мед делается без проблем, нам только нужны жала. Ой, смотрите, это обычный стандартный этот людоед был. Я думал, что могут пропадают стандартные. Блин. Льется. По 13. Ну, в принципе, не так сильно, как могло быть, да? Ну, плюс еще можно пытаться уворачиваться, хотя плохо получается, во всяком случае у меня, но... В теории можно. Так, эта мумия шумит. Как я понимаю. Ээээ, тихо, тихо, черепашки. Тихо. 82 урона, елки-палки. сапоги мумии но внешне как броня и тут правильно они как и тут как до декоративный айтем так надо делим все сейчас я сейчас я умру по идее уже где-то где-то вот уже рядом смерть моя близко давно еще черепаха давайте попробуем спрятаться здесь от них от всех я могу кстати выпить все хорошо были семьдесят три урона так там две осы лет они меня отравляют они отравляют эти гадские пчелы точно ой это кто такой призрачный элементарь забавно ужасно нет это реально ужасно я просто не знаю что тут делать как как здесь пытаться выживать я собственно домой даже ничего полезного не принес только потратил кучу времени ну да разве что вот на пять жизней у меня больше стало в принципе и все печально выкладываем денежку кстати мы теперь можем сделать себе да это купить акулу давайте посмотрим и сделать мега акулу у нее демок должен быть весьма хороший так мини шарк так где мне брать для нее вот эти вот запчасти которые нам нужны чтобы скрафтить мега акулу сейчас посмотрим что нибудь гид может нам что-то расскажет гид нам ты расскажешь что-нибудь так мега акула нелегальные части оружия может быть у подрывника хотя по идее у этого должны быть ну я так думаю давайте сейчас пробежимся по нашим ребята может у деда деду тебя честь что-то скажи нам сейфу деда есть но блин 20 голды на сейфе тратить не хочу на самом деле совсем совсем давайте чё подрывнику зайдем посмотрим чё у него тут интересного подрывника порох сколько денег стоило я что-то даже не посмотрел 12 серебра ничего себе ого ого дороговато из пороха мы можем делать патроны очень правда мало по таким ценам да это дорого получается так 60 по идее мне надо не знаю сколько там тратится сколько патронов делается но вроде бы как вот так вот таким вот образом а вот вот золото моя так а ну-ка посмотрим вот взрывные патроны таких получается очень много я понял из одного пороха получается очень 50 пачка из 50 патронов прикольно нам надо короче вот этих вот очень много но они хоть дешевые давайте 999 хватит мне и надеюсь но я надеюсь что хватит давайте сейчас посмотрим но все равно мне нету запчастей может тебя есть запчасти какие-то что у тебя есть здесь тебя что вообще да ну давай запрыгнем нет тебе ничего нет все строительные китайки на сейчас погугли что я морочусь если можно ли на вики все посмотреть так патрончики поехали ох это будет много патронов весьма много патронов много стаков патронов обалдеть взрывные 11 урона 11 карита взрываются при попадании обалдеть я конечно хочу голды просто так вот слил не обратил внимание на цену ничего мы голду на фарминг следующей серии наверно уже дай сделаем себе эту мини акулу кстати он панцире уже и есть у нас так короче мне надо много стаков давайте сейчас посмотрим ну я думаю 3 хватит пока что все равно мы хотя 4 да как раз как раз 4 она в принципе 3 я купил и 4 все правильно серебряные патроны мне не нужны серебряные слабее но и они не взрываются конечно же поэтому серебряные не совсем актуально так патрончики давайте и стрелы по выкладываем зачем они мне надо эти стрелы я даже не знаю так серебряные патроны дальше так все порох закончился но нормально как раз как раз практически 300 когда у меня деревянные стрелы еще тут валяются так это мы по укладываем что же мы сейчас будем делать я даже не знаю если честно ребята как-то очень жестко все так стало что а гранаты пчелиные очень жестко во всяком случае в джунглях очень жестко как ни крути я из винтовок а у меня кстати вот это вот есть который по три раза стреляет на это порожняк на порожняк надо его выкидывать продавать мини-акулам давайте сейчас забавно на самом деле а я ни одного патрона не потратил они потратил немножко все хорошо так печально печальное знакомство с джунглей у нас такое ладно надо будет сейчас подготовиться хорошенько как-то и запустить запастись может быть разнообразными зельями да например или может быть вместо даже не знаю вместо кольца вот этого одеть все таки вот эту штуку может быть меньше урона будет хотя я до получаю по урон одноразовый но очень большой они продолжительный да по идее поэтому может быть регенерация была бы немного лучше но все равно это не один из этих вариантов мне не особо нравится ладно ребята все на этом я серию закончу очень болезненная получилась такая серия всем спасибо за просмотр всем пока увидимся следующей серии